Продолжение следует... Здравствуйте. Всех видно, слышно. Давайте тогда начнем нашу третью лекцию, которая будет посвящена возрождению российских научных исследований в Папуа, Новой Гвинеи, на берегу Маклая уже в 21 веке. Здравствуйте. Меня зовут Артем Гарин. Я являюсь членом молодежного экспертного совета фонда имени Миклуха Маклая, сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук. И, естественно, сегодня мы с вами отправимся в экспедицию вместе с современными российскими учеными, а в экспедицию мы отправимся в Папуа, Новой Гвинею. В частности, в 2017-2019 годы все эти экспедиции были организованы и проведены фондом имени Миклуха Маклая и ознаменовали собой новую веху в изучении самой Новой Гвинеи. И, естественно, проект экспедиции трех веков по следам Миклуха Маклая, в рамках которого проходит наш цикл эволюции, реализуется фондом имени Миклуха Маклая при поддержке президентских грантов, при научно-экспертной поддержке Института Востоковедения Наук, в частности, Центра изучения Южно-Сахарского региона. Поэтому, безусловно, все эти материалы, которые были подготовлены, они обладают довольно высоким уровнем научности и в то же время будут доступны буквально всем от мала до велика. И вот как раз в экспедициях 2017-2019 году исследователям российским было важно уже не только добраться до дороги Новой Гвинеи, как, например, Миклуха Маклая отправлялся в 1870 году, с ним прощались, потому что они не знали, никто была неизведанная часть земного шара, и он отправлялся туда. И поэтому, естественно, добраться до туда тоже был определенный вопрос, как это сделать. В советское время тоже долгое время снаряжались экспедиции, как вы помните. И в 21 веке добраться до Папуа Новой Гвинеи гораздо легче, но тоже есть свои нюансы, о которых мы поговорим в дальнейшем. Но уже цели в 21 веке, естественно, стоят такие более обширные. То есть, например, это и навадить взаимодействие между двумя нашими странами, сравнить современную жизнь Папуаса с дневниковыми записями Николая Николаевича Миклуха Маклая. И, наконец, вернуть все-таки память об этих местах, о памяти о береге Маклая на северо-востоке Новой Гвинеи, всем, кто когда-то в детстве зачитывался книгами о путешествиях Николая Николаевича Миклуха Маклая. Ну и вот после двух масштабных советских экспедиций, которые, как мы помним, были организованы Академией наук СССР в 1970-е годы, полевые исследования на берегу Маклая в Папуа Новой Гвинеи не проводились. То есть в научной работе наступил такой длительный период, ну, затиши, можно назвать. Однако все-таки стоит признать, что в начале 21 века россияне несколько раз посещали берега северо-востока Новой Гвинеи, то есть тот самый берег Маклая, отделали, а отправлялись они туда, потому что это наиболее, действительно, без преувеличения, наиболее интересный для исследования регион и в то же время интереснейший регион для проведения комплексных экспедиций. Но тогда, когда в 21 веке в начале отправлялись, тогда комплексных экспедиций не было. Вот только ситуация начала меняться уже в 2017 году, когда фондом имени Миклуха Маклая, опять же, при участии ученых из Академии наук из российской, из Москвы, из Санкт-Петербурга, была осуществлена экспедиция на берег Маклая. Инициатором этой экспедиции стал сам Николай Николаевич Миклуха Маклая, потомок и полный тезка великого соотечественника нашего, это потомок Полине, старшего брата Миклуха Маклая, который в то же время был руководителем экспедиции и при этом основателем также фонда имени Миклуха Маклая. И вот одной из его задач как раз стало не только создание вот этих условий для возобновления исследований российских ученых на Новой Гвинеи, но и всесторонняя поддержка исследователей и сохранение преемственности, что самое главное в изучении этого уникального региона российскими учеными. И в первую очередь, конечно, стоит ответить на вопрос, который волнует многих. Зачем в 21 веке организовывать научно-исследовательскую экспедицию в столь далекий от России края? То есть сначала, казалось бы, там уже все давно изучено, ничего нового ученые открыть не смогут. Но это не так. Изучать там действительно есть масса, масса и море всего. То есть о значимости таких исследований как раз отлично сказал Даниил Давидович Тумаркин. Это выдающийся отечественный этнограф. Он был руководителем этнографических экспедиционных отрядов во время советских экспедиций на Новой Гвинеи. И вот он сказал, что на примере папуасов можно проследить развитие человеческой цивилизации в этом регионе от периода каменного века. То есть, как мы помним, когда туда Миклух Маклай прибыл в конце 19 века, там люди до сих пор не знали, что такое железные орудия труда. И, естественно, они жили в каменном веке. То теперь советские экспедиционные отряды увидели уже людей, которые живут чуть посовременнее, но в то же время близки вот к этому каменному веку. А сейчас, по сути, получается, папуасы 100 лет назад, 150 жили в каменном веке, а сейчас они уже живут веке цифровом. И если люди, например, в других, например, европейских странах постепенно-постепенно проходили эти этапы, то у них резко за 150 лет, представляете, такой скачок. Естественно, это всё крайне интересно изучать. И вот в 21 веке Николай Николаевич Миклух Маклай-младший поставил своей целью найти информацию о том, что изменилось всё-таки на берегу Маклай за прошедшие со времён последних советских экспедиций годы. Это, по сути, 40 лет. И наладить дружественные контакты с островным государством. Потому что нам нужно помнить, что современный учёный – это уже тот учёный, который и проводит исследования, и при этом является таким посланником, который выполняет также и, отчасти, дипломатические функции по налаживанию культурных, гуманитарных, научных контактов с народами, с учёными тех мест, которые он посещает. Поэтому это, естественно, исследовательская работа, ещё более разнообразна. И тогда как раз было принято решение собрать команду учёных. Мы собираемся в экспедицию, мы, естественно, собираем команду учёных для исследования региона, и именно для исследования в полевых условиях, то есть прямо там, на берегу Маклая. И тогда в состав первой новейшей истории России экспедиции на берег Маклая вошли этнологи Игорь Чининов и Арина Лебедева, а также фотограф Дмитрий Шаромов. То есть важно понимать, что также должен быть фотограф или оборудование для фото-видеосъёмки, потому что сейчас всё это, вот этот жизнь и быт, естественно, интереснее запечатлеть именно таким образом. И вот экспедиция вылетает из Москвы в австралийский Сидней в сентябре 2017 года. Но по ряду причин, а эти причины — это задержка отмены рейсов, это некоторые проблемы с визами, потому что тогда, в 2017 году, экспедиция отправлялась, по сути, по бумажке, на которой было написано фамилии, имя и так далее. Ну, в общем, данные людей, которые отправляются. То есть никто не знал, как получить визу в Папу-Нову-Гвинею. Это сейчас, благодаря экспедициям и деятельности фонда имени Миклуха Маклая, кстати, присотрудничество с посольством, теперь уже, да, теперь уже визу можно оформить туда буквально 15 минут. Но ещё в 2017 году такого не было. И как раз с этим, естественно, столкнулись российские учёные. И в итоге они оказались спокойно в гвинейском городе Матанг, который располагается как раз-таки на берегу Маклая, неподалёку большой такой крупный портовый город. И оттуда уже на лодке отправились к берегу Маклая. И оказались как раз на берегу 16 сентября. А 16 сентября — это день независимости Папуа-Новы-Гвинеи. Это для них очень-очень уважаемый большой праздник. Поэтому они, естественно, всегда отмечают его с особым удовольствием. И всего на дорогу тогда у российских учёных заняло около 6 дней с учётом пересадок и остановок. Уже в Матанге к учёным присоединился в качестве переводчика с местного языка Tok Pisin. Tok Pisin — это разновидность пиджина, это смесь английского и немецкого языков склонниальных времён. То есть, например, good afternoon у них как по-английски. Они просто произносят good amenun. То есть good — это уже больше с немецкого языка. Amenun — это чуть-чуть переделанное, трансформированное слово с английского. То есть вот такая смесь интересная называется языком Tok Pisin. И вот в Матанге как раз присоединился к исследователям переводчик, миссионер Степан Цергель, который был, что важно отметить, заранее приглашён. Когда мы отправляемся в экспедицию, мы, естественно, заранее уведомляем людей, команду экспедиции, с которым там можно встретиться, чтобы не тратить как раз-таки время на их поиск, а наоборот, сэкономить его для своих ценных и уникальных исследований. И в этот же день исследователи на судне сэра Питера Бартера, это крупный общественный и государственный деятель Папуа Новых Виней, он оказал большое содействие российской экспедиции, они все направились к мысу Горогаси на берегу Маклая. Это то самое место, где как раз-таки высадился Миклуха Маклая и назвал его мысом уединения. Сделано это, естественно, в XIX веке ещё. И вот прибытие гостей из далёкой страны, родины Миклуха Маклая, стало невероятнейшим событием для местных жителей. На берегу Маклая собралось там более трёх тысяч человек, которые прибыли со всех окрестных деревень. Они с нетерпением ждали появления людей, по сути, из другого мира. И местные жители, папуасы, и в честь прибытия дорогие гостей из России устроили грандиозное представление с песнями, танцами, пантомимами. И, естественно, организовали встречу. И такой приём российских учёных, опять же, был. Потому что, во-первых, это большой праздник, опять же, прибытие российских учёных теперь в Папула Новогвине. Это после экспедиции фонда Миклуха Маклая. Это большой праздник, да. Естественно, их заранее об этом предупредили. То есть Миклуха Маклай не мог предупредить папуасов, что он туда отправляется. Советским учёным тоже это было затруднительно. А в наше время мы уже можем, опять же, заранее всех предупредить, чтобы люди уже сами, по сути, пришли, чтобы с вами встретиться. И вот во время праздничных мероприятий многие местные жители, папуасы облачились и облачаются в традиционные наряды. И используются эти наряды до сих пор. То есть уже не одно столетие эти наряды по-прежнему в ходу у местных жителей. И в ходу они во время праздников и практически не изменились даже со времён Миклуха Маклая. И хотелось бы отметить, что местные жители, многие задают вопрос, они вот в таком виде, они же как они там учатся или живут также в таком виде, они надевают свои традиционные наряды во время праздников. Это то же самое практически, что у нас был бы какой-нибудь праздник типа Масленицы, мы бы доставали порты, мы бы доставали картузы, сарафаны, кокошники, все их надевали и шли праздновать. Естественно, у нас так люди не делают, но в Папуа, Новогвинеи все вот эти традиционные наряды, они есть практически у каждого для случая праздника. В принципе, так они и живут, ходят в повседневной такой же одежде, такого же европейского кроя, как и у нас. Ну и вот, когда торжества на берегу Маклая закончились по случаю прибытия российской экспедиции, учёные отправились в деревню Горенду и были размещены там в одной из семейных хижин, где им предстояло жить в течение 10 дней. Кроме Горенду исследователи также посетили соседние деревни, это деревни Бонгу и Гумбу, которые располагались в нескольких километрах друг от друга. И надо уточнить, что в центральной деревне, считается деревня Бонгу, там находится и местная школа для трёх деревень. В этой школе учатся, кстати, 500 учеников разных возрастов, и они там получают образование по российским меркам где-то до 7-8 класса. И причём это образование они получают как на своём языке, своё деревне, так и на английском языке. То есть с самого начала дети учатся, по сути, на нескольких языках. И вот эту деревню Бонгу населяет около трёх тысяч человек. Справа с ней как раз-таки дограничить деревню Горенду, в ней же живёт тысячи жителей. А в следующей деревне, немного за ней, она уходит чуть-чуть от побережья в джунгли, является Гумбу. И в этой деревне Гумбу живёт около 700 человек. Ну и вот, естественно, при проведении полевых исследований выяснилось, что, например, жилище лидера деревни и клана Горенду Аселя Туя. Асель Туя — это потомок того самого папуаса Туя, который стал другом для Николая Николаевича Миклуха Маклая ещё в XIX веке. И как раз-таки его вот это жильё, оно является уникальным и редчайшим примером того, как строили хижины временами Клуха Маклая 150 лет назад. То есть сейчас мы видим, хижины стоят на сваях, это во времён советской экспедиции, современной. А временами Клуха Маклая хижины, по сути, их крыши распланы, шли прямо до земли. И вот в такой же хижине до сих пор живёт Асель Туя. И при этом, естественно, это уникальное открытие, о котором также важно рассказать. Но всё же большая часть построек папуасов сохранила свой традиционный характер. Почти они все возводятся, как я уже сказал, на сваях. Эта традиция возникла здесь в конце XIX века. Однако многие другие особенности хижины строить, то есть строительные материалы, то есть крыши по-прежнему покрываются листьями саговой пальмы. Там стены изготавливаются из расщеплённого бамбука. И всё это делается уже столетия, и это не изменилось. А почему хижины стоят на сваях, тоже был такой вопрос. И довелось спросить у самих новогвинейцев, почему хижины у них стали делать на сваях. Ну, были несколько ответов. Кто-то говорит от защиты от присмыкающихся, то есть от змеи и так далее. Кто-то говорит от защиты от наводнений. Кто-то говорит, там удобнее хранить под домом какие-либо предметы. Кто-то говорит для лучшей вентиляции. Поэтому вариантов довольно много. И, надеюсь, тоже молодые поколения исследователей займутся этим вопросом. И всё это тоже изучат. Ну и вот же опять во время экспедиции при более детальном изучении быта папуасов были выявлены и многие другие прочно устоявшиеся элементы их традиционной материальной культуры. Например, в обиходе всё так же широко использовались сплетённые из кокосовых листьев циновки. То есть сплетённые настилы. Для изготовления пищи также применяли и вот эти глиняные горшочки, которые делаются в деревне Били-Били уже многие столетия. Всеместно в ходу плетёные сумки. Правда, ещё в конце 19 века эти сумки были только женским аксессуаром. Вот мы видим как раз вот эту сумку. Вот тут она опять же на шее висит. И тогда это в 19 веке, времена Миклуха Маклая, это был женский аксессуар. Но в 21 веке, его, кстати, тогда использовали для переноски утвари, для переноски детей опять же, но в 21 веке такие сумки носят как мужчины, так и женщины. Я, естественно, тоже когда там был, не удержался и приобрёл себе такую же сумку, потому что это вообще безумно удобно. И также у папуасов встречаются и также украшения из клыков дикой свиньи, из ракушек, например. И вообще раньше, в 19 веке, ещё всё это считалось у папуасов деньгами. Естественно, всё это подтверждает, что несмотря на проникновение современных предметов западного мира, папуасы этих деревень, деревень берега Маклая, северо-востока Новая Гвинея, они бережно хранят многие из своих традиций. А вот эта их самобытная культура под давлением инноваций, технологий, она не растворилась полностью, она наоборот гармонично уживается со всеми этими новшествами. А новшества это какие? Это радио, это мобильные телефоны, это ноутбуки, это современные посуды, это солнечные батареи даже. Поэтому, естественно, стоит также сделать вывод, что папуасы, местные жители, они очень-очень трепетно относятся к своей этнокультурной идентичности, что опять же является уникальным регионом для исследований, уникальной возможностью. И вот в ходе экспедиции 2017 года Миклуха Маклай-младший собрал предания жителей деревень берега Маклая о своём знаменитом предке, который, начиная с XIX века, передают из поколения в поколение своим, все вот эти предания и легенды своим, более, так сказать, младшим и сыновьям, и детям, и внукам. И все эти воспоминания, что самое интересное, о выдающемся исследователе и, кстати, большом друге папуасов, они поразительно точно повторяют его дневниковые записи. То есть можно сказать, что у нас есть издание дневников Микника, Миклуха Маклая, шеститомная, в семи книгах, в котором как раз-таки есть и его дневники, путешествия и на берег Маклая, и в другие уголки земли. И так передаётся память у нас о Новогвинеи. Но если мы возьмём этот дневник, придём в Новогвинейскую деревню, где, естественно, шеститомника пока ещё нет, вы услышим практически идентичный рассказ, как будет рассказано в этом шеститомнике. То есть это, естественно, тоже уникальный случай. И также он, опять же, свидетельствует о том, что Миклуха Маклая навсегда отставил след в сердцах и преданиях местных жителей. И, кстати, для того, чтобы ещё и сохранить память о путешественнике, местные жители даже называют, дают им имя Маклай своим детям. Поэтому если вы прибудете на Новогвинею, неудея я уверен, кто-нибудь из вас там однажды окажется, и, естественно, не удивляйтесь, что к вам может подойти или взрослый человек, или уже человек преклонного возраста, или вообще будет маленький ребёнок, а его будут звать именем Маклая. Ну, естественно, как я уже говорил, задача экспедиции была не только в том, чтобы провести многоплановые исследования, то есть в тех местах деревенья к берегу Маклая, но и наладить культурные, деловые контакты для развития уже двусторонних отношений между нашими странами. И первая такая знаменательная встреча российских исследователей с местными учёными, с преподавателями состоялась в университете Папуа-Новой Гвинеи. А университет Папуа-Новой Гвинеи – это главное научное и учебное учреждение страны. Оно располагается в столице, в городе Порт-Морсбе, и там очно обучаются аж 5000 студентов. А с учётом филиалов там вообще в этом университете обучаются более 15 тысяч человек по всей стране. Безусловно, это не единственное образовательное учреждение в Папуа-Новой Гвинеи, они расположены практически во всех крупных городах страны и предоставляют возможность обучения для всех желающих, что также особенно важно. Ну и вот, по результатам экспедиции 2017 года были собраны обширные сведения и коллекции по материальной культуре современных жителей Бельга-Маклая. А руководитель экспедиции Николай Миклуха Маклая, он вообще составил уникальнейшую коллекцию с более чем 50 предметов жизни и быта, большинство из которых были идентичны тем предметам, которые собирал Николай Николаевич Миклуха Маклая в XIX веке. И по возвращению в Россию, естественно, коллекция была подробно описана при участии, кстати, научных сотрудников Музея Консткамера в Петербурге, что подтверждает высокую историко-культурную, этнографическую ценность коллекции, которые ещё остались, естественно, та, которая привезена в Россию, которая ещё есть на берегу Маклая. Ну и также по итогам из научно-исследовательской экспедиции 2017 года был выпущен документальный фильм «Человек с Луны», были подготовлены иллюстрированные издания, выставки, вышла научная популярная книга «Путешествие на берег Маклая», автором которой стал Николай Николаевич. То есть, естественно, важно нам понимать, когда мы отправляемся в экспедицию, нам важно донести результаты своей экспедиции как для учёных, так и для широкого круга читателей. И все эти хорошие, отличные даже результаты первой экспедиции 2017 года, они заложили вот эту основу для продолжения исследований данного региона российскими учёными и, естественно, для налаживания более тесных связей между Россией и Папуо-Новой Гвинеей. Поэтому в 2019 году состоялась вторая экспедиция на берег Маклая. Опять же, была организована, проведена фондом Миклуха-Маклая. Руководителем стал Николай Николаевич. И в состав экспедиции на этот раз вошли уже этнолог Игорь Чининов и лингвист из университета Папуо-Новой Гвинеей Ольга Темпл. И вот как раз на берегу Маклая уже гостей из далёкой России встречали как старых друзей. На этот раз жители, точнее, члены экспедиции, они уже разместились в деревне Маклая. То есть так эта деревня, которая состоит из пяти семейных хижин, была названа Аселем Туем. В честь Маклая-старшего и прибытия экспедиции 2017 года. То есть мы видим, что Николай Николаевич наносил русские географические названия 150 лет назад на берегу Маклая. И даже в 2017-2019 году они до сих пор обновляются и до сих пор появляются новые русские географические названия на Новой Гвинеи, что, естественно, тоже очень уникально. И тогда исследователи посетили деревни Гаренду, Бонгу, Гумбу. Они изучали там местный фольклор, фотографировали, вели съёмку документального фильма. Лингвист, например, Ольга Темпова проводила свои исследования, основываясь на записях Николая Николаевича Миклуха-Маклая-старшего, который составил в словаре 350 слов бесписьменного языка новогвинейцев. То есть тогда у них не было письменности, а по сути язык был устным. Вот Миклуха-Маклая был первым человеком, который все эти слова собрал в единый и как раз таки сохранил для будущих поколений. И, конечно, когда мы изучаем язык, будет приятно особенно убедиться, и как это сделали российские учёные, что в коренном языке коренных жителей новогвинейцев, новогвиней, берега Маклая, есть такие русские слова, как топор, кукуруза, арбуз. То есть мы знаем, что Новогвиней — это уникальнейшее место на нашей планете, там говорят на 867 языках. То есть нередко жители, которые живут в разных деревнях, они совсем друг друга не понимают. То есть и в 21 веке, естественно, для общения всё больше используется английский язык, вот этот ТОК-ПСИ, на котором мы с вами говорили. Естественно, нужно знать язык своей деревни, язык соседней деревни и того, у чего людей копится аж по 4 языка. То есть люди там знают спокойно 4 языка и всегда открыты для изучения новых. Этнолог, например, во время экспедиции 2019 года Игорь Чининов, он продолжал свои исследования, начатые в 2017 году. Он изучал современный хозяйственный быт, уклад жителей Гаренду и Бонгу, он как раз-таки пишет в своих научных работах и отмечал, что хозяйственный уклад там не изменился практически. Основой же остаётся земледелие, рыболовство, охота, животноводство. И причём важно отметить, что земледелие, оно преобладает над всеми вот этими остальными занятиями. И при этом исследователям даже посчастливилось поучаствовать в охоте на дикую свинью и рыбалку. И так они поняли, что... И собрали как раз-таки ценные сведения, которые позволяют утверждать, что охота и рыбалка сохранили свои традиционные элементы в жизни местных жителей. Но отличие есть лишь в том, что теперь в каждой деревне есть свой специалист. Кто-то занимается охотой, кто-то рыбалкой, кто-то земледелем. Но 150 лет назад этим занимались вообще все деревенские мужчины. А теперь уже каждый мальчик, например, он проходит обучение охоте, рыбалке, земледелию, а потом в дальнейшем выбирает то, что ему ближе. То есть никто никого не заставляет, всё у них там довольно добровольно. И вот в ходе экспедиции 2019 года учёными опять же усобраны ценные материалы хозяйственного уклада попуасов. То есть это их земледелие, рыболовство, охоте. Они изучили современное состояние бунгуанского языка. То есть поняли, опять же изучили, что там есть русские слова, они по-прежнему используются. Они зафиксировали изменения, которые произошли и со времён Николая Николаевича Николуха Маклая, и со времён советских экспедиций. Они отсняли материал для документального фильма «Ассель Туй, потомок Туя», который рассказывает о различных сторонах жизни, быта местных жителей. Я этим фильмом с вами сегодня же поделюсь. Также учёными были записаны ценные исторические предания о Никола Николаевича Николуха Маклая. И, естественно, значительным, значимым проектом, который говорит как раз о развитии отношений между нашими странами, стало учреждение 12 декабря 2019 года Кабинета Русского Мира в столице Папуа-Новой Гвинеи. Кабинет Русского Мира там стал первым российским культурно-информационным центром, где местные жители могут изучать русский язык, изучать русскую культуру, при этом налаживать между нашими странами гуманитарные связи. То есть на своём примере могу убедиться. Лично присутствовал на уроках русского языка там. Это каждый урок практически, особенно когда все, во-первых, всех с нетерпением ждали, все подходили, спрашивали, когда всё-таки уроки русского языка, говорили, что вот завтра уже уроки, все такие, вот я уже хочу, хочу, хочу. И в итоге приходили люди и, допустим, расставляли хотя бы 40 стульев как для участников. Но потом буквально за минут 10-15 заполнялось всё настолько, что надо было чуть ли ещё не половину стульев доносить, и люди уже просто скапливались, потому что всем было интересно изучить русский язык, русскую культуру. При этом так как они знают 4 языка, для них это ещё интереснее, для них это легче усваивается. И даже был случай, например, я шёл как-то мимо библиотеки, где проходили вот эти курсы русского языка, и слышу, сзади мне говорят «Привет, как дела?». И когда человек, даже иностранец, говорит «Привет, как дела?», это сразу понятно россиянину, что это иностранец. Но тогда это прозвучало так, как будто сзади ещё кто-то был из России, кто-то шёл, и я поворачиваюсь в удивлении, думаю, кто это может быть. А там стоит группа новогвенецов, я говорю, как вы достигли такого произношения. Они говорят, ну, у меня язык деревни, похож немного по звучанию на ваш, поэтому мне русский язык, в принципе, изучать довольно легко, и нравится, и созвучие, в принципе, одно и то же, поэтому проблем с ним не возникает. То есть, естественно, это уникальное место, исследование которого и налаживание связи с которым ещё предстоит и предстоит как раз-таки развивать. И, кстати, немаловажным также стало во время экспедиции 2017 и 2019 года, что все участники смогли воочию убедиться, что Россию в этом регионе помнят, любят и уважают. И помнят благодаря именно Никола Никайчу Миклуху Маклаеву, который всегда подчёркивал, что насколько важно и необходимо уважительно относиться к культуре всех народов, населяющих нашу планету. И вот это уважительное отношение исследователя к коренным жителям берега Маклая, Новой Гвинеи, оно стало залогом того, что история о нём передаётся на острове из уст куста вплоть до наших дней. И то есть, естественно, когда Новоклинеец встречает человека из России на улице, это особенно приятно, они все рассказывают, будь то они с берегом Маклаеву, из какого-то более глубокого уголка страны, они все знают о Никола Николаевича ещё со времён школьной скамьи. Ну и вот на этом наша третья лекция пока заканчивается. И сейчас я вам расскажу о конкурсе, который как раз-таки называется «Экспедиция трёх веков после Дам Миклуха Маклая». Конкурс этот заключается в том, что вам предстоит смоделировать собственную модель экспедиции, то есть, возможно, вам удастся присоединиться к команде российских исследователей, которые там были, и предложить своё уникальное исследование Новой Гвинеи. То есть для этого есть специальный сайт, конкурс уже начался, идёт с 1 апреля, идёт он 30 мая, поэтому я советую уже сейчас, даже если нас ждёт переди лекция о моделировании экспедиции, уже сейчас начинать подбирать тему, уже сейчас начинать подбирать материал, и как-то всё это обдумать, что впоследствии как раз-таки опять же может пойти в историю и продолжить преемственность российских исследований на берегу Маклая. Сайт этот — expedition.mekluchamaclay.ru. Если вы на него пройдёте, вы увидите там вкладку «Конкурс», и в этой вкладке вы можете, во-первых, ознакомиться с уже подготовленными нами темами эссе, чтобы вам было легче как раз-таки смоделировать свою экспедицию и провести исследование. Шаг 2. У вас есть специальные материалы, благодаря которым вы можете готовиться. Во-первых, это презентации лекций, это будут тексты лекций, это темы для эссе, это есть библиотека фонда имени Миклух Маклая, тоже ссылка вот тут показана. То есть тут есть абсолютно всё, чтобы подготовить свою уникальную экспедицию. Вы, кстати, даже можете проводить экспедиции по следам Николая Николаевича Миклуха Маклая, проводить исследования, сравнивать, то есть где, например, на его работах, как изменилась жизнь и быт новогвинейцев, как изменились его постройки. То есть взять материалы экспедиции 1870-х и сравнить их с материалами экспедиции 2017-2019 года. Это тоже будет интересное исследование. Ну, естественно, чтобы подать свою заявку, нужно будет нажать вот на эту зелёную кнопочку, пройти там тесты с 30 вопросов, которые, я думаю, вы спокойно справитесь. Они как раз будут на основе наших лекций. И после этого отправить свою заявку. А заявку, в принципе, нужно будет отправить, указать там ваши данные и примерная структура вашей работы тоже там указана. То есть вы должны указать название своего исследования, каких результатов вы от него ждёте, какое оборудование вы с собой возьмёте, какие именно исследования будете там проводить и так далее, и так далее. А если вы заинтересованы, я уверен, вы с радостью бы отправились на Новогвиней и провели там исследование. Я уже думаю, всех вас можно назвать коллегами, потому что после трёх лекций Новогвиней вы сто процентов там окажетесь, будете уже знать, чего делать, уже будете знать, кого встретить, и вы будете готовы встретить и маленьких, и больших взрослых людей, которых зовут Маклай. И поэтому вы можете уже сейчас отправлять заявку, что вы будете участвовать в конкурсе. Мы будем поддерживать с вами связь, мы будем присылать вам справочные материалы, мы будем опять же присылать вам документальные фильмы, а для этого как раз-таки можно запомнить поля, то есть ваше фамилии, имя, имя, отчество, почту, учебные заведения и город. То есть и в принципе уже впоследствии выполнять задания конкурса. Ну и опять же, как я сказал, конкурс длится до 30 мая, то есть приём работ как раз до конца, но советую прислать их пораньше, потому что участников довольно большое количество. И если у нас все одновременно будут заходить в последние дни конкурса на сайт, во-первых, сайт этого может просто не выдержать, во-вторых, у конкурса довольно очень-очень сильная жюри, то есть там и Никаник Ачмик Лухмаклай будет, там будет и директор Института Востоковидения. То есть, естественно, легче будет гораздо проверять, когда вы пришлёте свои, будете присылать свои работы чуть заранее, постепенно, потому что, естественно, когда в ночь сваливается там 30-50 работ и, естественно, проверять их довольно проблематично. Поэтому я желаю вам успехов в конкурсе, уже желаю начать уже сегодня, может быть, подготовиться как раз-таки, подготовить свои темы, структуру работы, как вы будете вообще какие исследования проводить. И, естественно, посмотреть документальные фильмы фонда Миклухмаклай, можете подписаться на наш канал на YouTube. То есть, и мы всегда-всегда будем держать вас в курсе всего происходящего, в курсе конкурса и благодаря чему вы сможете подготовить уникальные работы и одержать победу в конкурсе. Если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. И на этом как раз-таки сегодня мы закончим. Артем, добрый день еще раз. Скажите нам, пожалуйста, есть ли желающие студенты из Новой Гвинеи обучаться в России? Да, это прекрасный вопрос. То есть, новогвинейцы очень жаждут получить образование в России, причем они получают образование, хотят получить образование как гуманитарное, социогуманитарное, так и техническое. То есть, есть какой-то стереотип такой вот, что на Новогвинеи какое там образование, то есть образование там довольно в хорошем уровне, университет у них Папуа, Новогвинеи вообще, как мы видели, инфраструктура и все там очень красиво выглядит. Я думаю, я бы сам с удовольствием получил какое-нибудь образование. Но и в России, естественно, они тоже хотят учиться. Есть студенты даже, которые уже пробуются поступить и в магистратуру в российский университет, потому что вот ситуация с пандемией, например, она создала условия, при которой документы, мол, не надо отправлять обязательно в бумажном виде. Они пытались поступить в электронном виде сначала, электронно пройти какой-то семестр. То есть у них всегда, у новогвинеицев, что отмечал сам Николай Николаевич Миклуха Маклайс, и на личном примере могу отметить, у них огромная заинтересованность в образовании, потому что они понимают, что образование — это их путь в жизнь. То есть у них большинство населения живет, там более 80% населения страны живет в деревнях. Естественно, люди уже понимают, что никто их, то есть ни родители, ни бабушки, ни дедушки никуда не устроят, как «ну а куда». И только единственный путь, чтобы пробиться в жизни, чтобы как-то реализоваться, достигнуть успеха — это получить хорошее образование, хорошо работать и стать профессионалом. То есть вот это для них, наверное, путь, и такой, и даже в библиотеке, когда я там был, я никогда в жизни не видел такого количества народа в библиотеке, как в Папуа-Новогвине. И поэтому со студентами, естественно, там огромный отклик, они готовы учить русский язык и получить образование в России. Спасибо. Вам спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, может быть, по конкурсу, то с удовольствием отвечу тоже. А в России остаются потом студенты или возвращаются обратно в Новогвинею? В России пока с Папуа-Новогвинея пока студенты не учатся, то есть очно в России, то есть пока не было такого. Но сейчас учится один парень, он учится пока удаленно из-за пандемии, то есть у него следующий год магистратура последний, то есть они пока учатся как-то более-менее дистанционно. Но я думаю, когда ситуация с пандемией спадет, они приедут, и, может быть, кто-то останется, кто-то уедет. Так что пока проверим как раз-таки через годик-два. Спасибо. Спасибо. В чате я отправил ссылку на конкурс, то есть как раз-таки вы можете пройти по ссылке и уже заполнить свою заявку. И подал отправил два фильма новых документальных фонда имени Миклуха Маклая. Это «Ассель Туй», потом «Уктуя», где тот самый Туй, как раз который был другом Николая Николаевича еще в XIX веке, расскажет о том, как живут новогвинейцы, как он живет. И, естественно, возвращение Маклая, который расскажет вам о современных экспедициях, и вы вживую увидите, как все это происходило. Я думаю, раз вопросов больше нет, на этом мы сегодняшнее занятие закончим. Встретимся с вами на следующем занятии о моделировании экспедиции и ждем ваших заявок на конкурс. Спасибо большое, что вы слушали. Спасибо большое. Мы всегда в восторге от ваших лекций. И хотелось бы, чтобы все эти встречи продолжались. Спасибо. Взаимно. Взаимно, конечно. Очень приятной работе. До свидания.